Завершающая часть сборка бактуса Первое, что мы делаем, согласно схеме, которую вы видите, раскладываем детали на ровной поверхности Стол, пол, диван, не важно Обратите внимание, две детали, вторая и третья, у нас идут в изнаночном положении Надеваем каждую сторону на иглы машины Как надевать? Так, чтобы деталь не провисала сильно и в то же время не была натянута То есть положение детали на иглы должно быть достаточно рыхлое, но не перетянутое И за самые кончики, за протяжки надеваем изнанкой к себе на иглы первую деталь Сверху надеваем вторую деталь Лицом к себе, учитывая, что вторая деталь провязана в виде изнаночной Поэтому изнанка является лицевой стороной, лицевой стороной к себе И тоже за самые-самые кончики, за протяжки Надеваете полотно, сначала крайние иглы, потом середину, потом середину, середину и так далее То есть мы равномерно растягиваем полотно по всем иголкам То есть вы на полу, либо на ровной какой-то поверхности Разложили все детали Берете две смежные детали рядом лежащие Надеваете одну, сверху вторую Соединяете Берете следующие две детали, либо те, которые стыкуются с этими Соединяете И таким образом у вас будет постепенно соединена Вся сшита Все полотно Весь бактус Все, надели Закрыли язычки Опустили иглы вниз Берем отделочную пряжу У меня она серая И сшиваем Соединяем два полотна Если есть хвостик, можете воспользоваться хвостиком От предыдущего соединения Нам все равно придется хвосты прятать Поэтому ничего страшного, что они у нас есть И делаем соединение Первое соединение рабочее Мы соединяем два полотна Вторая петля у нас идет воздушной Подцепили крючок иглы Сняли на петлоловитель все петли И провязали соединительную петлю Воздушную Соединительная петля Воздушная Соединительная петля Воздушная И так далее До конца Таким образом мы соединяем все детали Края полотна у нас уже оформлены Каждый край у нас уже идет с отделкой Поэтому, когда вы будете раскладывать на поверхности детали Обращайте внимание, что если у детали оформлен край Значит она является краевой Все остальные раскладываете внутри Если вы все провязали правильно Если все сделали как нужно У вас детали четко стыкуются по размеру Если вы положили деталь и она у вас не легла Она вот наперекосяк получилась Значит вы ее не той стороной повернули Это может касаться прямоугольничков Вот этих вот маленьких И квадрата Все остальные являются краевыми То есть повернули этой стороной Не ложится Разверните другую сторону Повернули этой не ложится Разверните другую сторону И с серединой, с желтой серединой все то же самое Ложили так, как она логично должна лежать среди уже готовых деталей Соединили Таким образом соединяем все части Вот они И надо будет спрятать хвостики Если хвост остается Вот то, что я взяла рабочую нить Уже кусочек И этой же нитью продолжила Можно хвост спрятать внутрь Получается И соединили И хвосты убрали С изнанки Вообще очень чистое соединение Просто в стык деталей Одна к одной Ложатся без каких-либо швов Что тоже очень замечательно Потому что бактус получается двухсторонний Хотите одной стороной надеваете Хотите второй Она просто стыкует все цвета Без каких-то видимых соединений Грубых Соединяете Прясти хвостики У нас бактус готов Прясти хвостики Прясти хвостики Прясти хвостики Прясти хвости Прясти хвости Прясти хвости Прясти хвости